Давайте сначала рассмотрим, что наш первопроводник не находится в внешнем магнитном поле. То есть вектор потенциал у нас равен в внешнем магнитном поле. Что будет с уравнением Мегисбурга-Ландау? Давайте возьмем, так сказать, предразмерную форму. То есть будем считать, что у нас есть какая-то неоднородность пространства. Например, наш сверхпроводник находится в контакте с вакуумом или что-то такое. Но магнитного поля нет. Тогда второе уравнение Мегисбурга-Ландау Я вам поведу вот такое поражение С2Т Градиент на градиент Это безразмеренная волновая функция Мегисбурга-Ландау А второе уравнение для токов Переведет следующее Вектор потенциал мы положили в 0 Мегисбурга-Ландау Значит, Градиент 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 Конечно, надо над векторами доставить стрелок Ну, давайте предположим, что у нас, во-первых, просто есть какая-то неоднородность Значит, поверхность есть вакуум Здесь сверхпроводник Ну, и вот так направлено ось Х Значит, ясно, что задача, принимая чисто одномерный характер Величина Х только будет зависеть от координата Х Потому что всё в направлении Z и Y совершенно однородно Во-вторых, видно, что вот в этом дифференциальном уравнении коэффициенты все действительные Ну, и поэтому волновая функция можно рассматривать как действительную величину Если будем считать, что неоднородность мала И функция Пси от Х меняется медленно Если бы вообще никакой неоднородности не было То тогда у нас была бы совершенно однородная ситуация И в этом случае Пси от Х Она определяется как нормированная на волновой функции однородного сверхпроводника Здесь была тоже волновая функция однородного сверхпроводника Для однородного случая Пси от Х просто равняется единице Но давайте, поскольку мы считаем, что Пси от Х меняется медленно как функция Х Давайте её представим Пси от Х в виде единички плюс какая-то поправка G от Х Которая по модулю Которая по модулю Узновая функция Ну, меньше единиц Ну, давайте тогда подставим это выражение сюда И, значит, первое вовремя Перепишем так Значит, Пси квадрат Т Для одномерного случая Для одномерного случая первое вовремя Переписывается как вторая производная по Х Плюс Пси минус Пси Подставляем Пси от Х Вон в том виде единица плюс G от Х Значит, выходит С квадрат Т Вторая производная по Х Плюс единица плюс G от Х Минус единица плюс G в кубе Ввиду малости G от Х Это, значит, равняется примерно единица плюс 3G от Х Значит, итоговое наше уравнение будет G от Х Вторая производная плюс 2с квадрат Т Линейное дифференциальное уравнение второго порядка Ну, как водится, оно ищется подстановкой в виде экспоненциальной функции Какой-то С, Е на А, Х Значит, да там Удача определить коэффициенты С и А Ну, из каких-то границных условий это будем определять Но главное, если решишь относительно коэффициента А, Ж, Х То есть, фактически, вот эта величина Кси Т определяет масштаб изменения волновой функции в сверхпромоднике в случае наличия в нём неоднородности То есть, на расстоянии Кси, другое говоря, наша волновая функция уменьшается в Е То есть, малое отклонение волновой функции от одноводного случая И масштаб её изменения характеризуется вот этой длиной Кси от Т Кси от Т, что она получила название Длина Кагерентности Гильцбурга-Ландау Длина Кагерентности Гильцбурга-Ландау Что здесь зависит от температуры? Вот от температуры, ну, постоянная планка и масса электрона не зависят Ну, зависит вот эта феноменологическая величина Значит, Кси от Т 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 Какой отсюда вывод? А, я там как-то позвал комиссера Ну, давайте, попробуем здесь, потому что я обычно его назначаю не большой буквы, а маленькой А Длина Кагерентности Гильцбурга-Ландау Увеличивается по мере продвижения к температуре перехода снизу И в самой точке проводящего перехода она становится бесконечной Теперь давайте рассмотрим случай планикновения слабого магнитного поля сверхпроводника Будем считать, что у нас есть какая-то плоскость, отделяющая вакуум Опять-таки Вот, значит, у нас присталось Х Здесь вакуум Здесь сверхпроводник Ну, и вот есть какое-то слабое поле такое, которое не подавляет сверхпроводимость Проводение поверхности сверхпроводника Значит, давайте примем такую гипотезу, которая потом, ну, в ходе всевозможных расчетов опородалась Она состоит в том, что в первом порядке, в первом порядке по микроскопическому полю Х Вот это внешнее поле Х, а внутри, так сказать, нету поверхности сверхпроводника Это поле ослабевает Становится микроскопическим полем Х И будем считать, что в первом порядке к микроскопическому полю Х Вот эту ненормированную функцию можно заменить на единицу А все поправки вот этой ненормированной функции Они пропорциональны членам второго порядка по вот этому небольшому полю Х Тогда давайте рассмотрим уравнение Гиндбурга-Ландау Оставляя члены линейные только по малому полю Х Давайте вспомним второе уравнение Гиндбурга-Ландау Четыре инфинции На плотность сверхпроводящего тока В нормированном виде мы его записывали так В нормированном виде Пси, нормированная, это единица плюс поправки какого-то порядка по микроскопическому полю аши. Тогда, если в этом уравнении оставить члены только первого порядка по микроскопическому полю аши, то мы имеем. Вот это все члены, они второго порядка, по аши, производная от единицы ноль, а дальше идет поправка второго порядка, это тоже поправка второго порядка, а здесь, значит, единица плюс поправка второго порядка плюс вектор потенциал, который связан с микроскопическим полем аши, со следующим соотношением, что а это рот аа, значит, это поправка первого порядка. Мораль, если, значит, оставлять доедивший вклад по полю, мы получим 4Пс, примерно минус единица нолянда квадрат вектор потенциала. В первом порядке малости по магнитетному полю, вот такое ровнение. Или, следовательно, мы получаем плотность тока минус С на 4Пс на лянда квадрат. Друзья, господа студенты, мы просто-напросто получили, что это уравнение стало уравнением локальным уравнением лондонавтской электродинамики. И лянда, с которой тут стояла, это две смыслы глубины проникновения магнитного поля. То есть, в первом порядке по малым полям аш, величина лямда, вот эта, совпадает с лондонской глубиной проникновения. Так как уравнение лондонавт, повисло в лондонской глубины. Ну и поглядим теперь на наше определение лямды. Вот квадрат такой, значит, сама лубината возникновения, ламда Т, мы выносим квадратный корень, РС квадрат бета, 4Пи Е квадрат, вот граньфорд, это квадратный корень, если больше этого. Что здесь зависит от температуры? Феноменологическая константа B считается слабо зависящей от температуры и всегда берется фиксированная с тем значением, которое она имеет в точке перехода. Температурная зависимость есть. Здесь, вот, опять получается единица пропорционально ТС минус Т. Глубина проникновения расходится в точке сверхпроводящего перехода. То есть она увеличивается по мере движения снизу сверхпроводящей фазы в точке перехода. И в самой точке перехода расходится, становится бесконечной. То есть в самой точке перехода поле не оснабевает, а начинает насквозь прошивать наш обордел. Ну а теперь еще можно кое-что получить полезное. Вспомним, что я 3 недели тому назад вам рассказывал такую вещь двужидкостная модель сверхпроводимости, которая была придумана еще в 1934 году голландцами Казимиром Гортовым. И мы получили, что глубина проникновения в той двужидкостной модели есть такая вещь. МС квадрат 4 и Е. А вот здесь стояла концентрация сверхпроводящих электронов при заторной температуре. То есть в двужидкостной модели считалось, что электроны распадаются на два коллектива нормальные электроны и сверхпроводящие электроны. При нуле температур плотность нормальных электронов равняется нуле, и все электроны проводимости становятся сверхпроводящими. Прилип в подходе к ТЦ наоборот исчезает плотность сверхпроводящих, а все электроны становятся нормальными. Ну вот такая есть форма. Давайте, значит, что мы сделаем? Давайте возьмем вот этот квадрат квадрат глубины проникновения по теории Динсбурга-Ландау и вот этот по двужидкостной модели. Мы равняем его. МС квадрат бета 8 и Е квадрат альфа. Вот это получается из теории Динсбурга-Ландау. А вот это и двужидкостные модели МС квадрат 4 и Е Динсбурга-Ландау. Ну что, значит, отсюда мы нежели все сокращаем что тут можно еще за всякий пиль сокращать заряды и так далее в результате так, о, простите вот здесь я посеял квадрат в выражении для глубины проникновения. Давайте поправьте. Квадраты. Но из-за этого мы получим что вот из этой формулы мы можем получить что альфа модуль деленная на бета равняется плотности сверху водящих электронов и на двое. Но в прошлый раз я показал что квадрата равновесного параметра порядка квадрата равновесного параметра порядка при заданной температуре равняется вот этому отношению. Значит, я сразу получаю нормировку квадрат равновесного параметра порядка квадрат равновесного параметра порядка такое отношение для квадрата равновесного параметра порядка. Ну и теперь, значит, мы увидели длина прогерентности расходится в точке перехода глубина проникновения тоже расходится в точке перехода и они расходятся одинаковым образом и тогда можно составить следующий параметр. Давайте возьмём отношение этих двух величин отношение глубины проникновения и длины прогерентности. Вот, значит, был придуман что вот есть такой параметр лямбда Ну что, подставляем выражение за лямбда и кси nc квадрат бета на 8 b e квадрат модульта альфа это я представил выражение для лямблик вот надо ещё будет корень квадратный обратить и выражение для Кси обратной 4m на α на h квадратный ну вот мы видим, что температурная зависимость с этими членами α уходит и остаётся m квадрат c квадрат β 2π e квадрат h квадрат где-то не одна вторая вот получается, что вот этот параметр получил название параметр Гинсбурга-Ландау он характеризует электродинамические свойства сверхпроводников как мы потом увидим этот параметр КАППа лежит в интервале от 0, ну в принципе до бесконечности и вот как параметр начиная от этого КАППа значит, если мы знаем, то мы можем сказать сверхпроводник первого и второго года когда мы с вами дальше увидим а пока, значит, для этого КАППа давайте-ка запишем выражение, которое можно вот этот параметр КАППа выразить через величины, наблюдаемые на эксперименте на эксперименте вот эти, значит, β непосредственно оно не наблюдается, конечно на эксперименте наблюдается какая-нибудь длина проникновения глубина проникновения термодинамической поля и так далее давайте сделаем такой-то рыв значит, возьмем КАППа равна Т на КСНТ давайте его перепишем так равна команды на Т поделим ввел дополнительную степень равна Т на КСНТ и начинаем подставлять так, значит, первый член пока оставляю без измерения а вот это давайте перепишем 4NαH2 это я обратную длину проникновения записал так, обратную внутреннюю длину проникновения и примерно вторая так, давайте-ка, значит, немножко еще упростим λ2T вынесем из-под корня кое-что EHC так 4N8 это 2 на корень из 2 если измельчить квадратные корни а, надо вот так еще здесь под корнем выставить такую штуку 4NαH2 АМН 4N8 так бывает вот вот к такому виду подогнали пока все но, смысл этого чего? на прошлом занятии мы показали что вот эта величина есть критическое пермодинамическое поле HC значит, в итоге наше выражение 2 корень из 2 EHC λ2 на критическое пермодинамическое поле которое есть величина измеримое в эксперименте λ2 в эксперименте измеримое ну и еще вспомним есть такое выражение для кванто-магнитного потока мы его тоже опять получим а пока значит я даю просто определение π на постоянную планку на С на Е вот если это участие то мы значит наше положение проведем в таком виду 2 корень из 2 π единица на квант-магнитного потока λ2t hCmd то есть что мы добились мы параметр Гинсбурга-Ландау выразили через экспериментально наблюдаемые причины ну и еще одно полезное соотношение полезное соотношение для параметр Гинсбурга-Ландау это тоже давайте-ка еще раз несколько другого его гранда h давайте так каппа лямбда t на xCmd так значит вот эта каппа у нас равнялась вот по нашему этому 2 корень 2 π лямбда квадрат t с и 0 hCmd вот мы только что это выявили ну давайте-ка вот в этом равенстве вот это сократим вот это естественно тогда мы можем получить следующие единицы на xCmd есть 2 в городе 2 на π лямбда t феноль hCmd и следовательно критическое термодинамическое поле можно записать так квадрат потока делить на числа на длину по георесии и на длину по георесии почему эту формулу любят экспериментаторы объясню вот это можно померить поле глубину по георесии можно померить отсюда доходит длину когерентности а длина когерентности при так сказать высокой температуре связанным таким образом с размером куперской пары можно оценить размеры куперской пары потом напишите название пункт 5 4 градиентная инвариантность в сравнении Гитлсбурга Ландау градиентная инвариантность в сравнении Гитлсбурга Ландау в сравнении Гитлсбурга Ландау всюду входит вектор потенциал А а если вы не забыли еще классическую электродинамику вы знаете что вектор потенциал А определяется неоднозначно к нему всегда можно добавить градиент произвольной циклярной функции то есть какую-то величину и от этого в уравнении максимума ничего не изменится потому что там когда начинаешь скажем давай начнешь смотреть такое соотношение напряженность магнитного поля вот так давайте заменим А на верховый потенциал на некий А' плюс градиент какой-то функции произвольной циклярной ну что будет ротер А' плюс градиент циклярной циклярной ротер а' плюс ротер а' ротер триент а' си опять это исключение в некоторых сингулярных случаев о которых мы поговорим это равняется ну это ротер а' что бывает ротер а' что ротер а' который сдвинут по сравнению с ротер а' все единое у Ромелия остаются одни и те же поэтому правильная теория любая которая описывает электродинамику должна быть градиентно и гравиатно она должна быть построена таким образом что при всяком сдвиге векторов потенциала у Ромелия ничего не менялось ну и вот значит встает вопрос а когда у Ромелии из Бурга-Ландау будет градиентный дворян применим давайте-ка возьмём второе уравнение второе уравнение с для токов возьмём второе уравнение львов львов так давайте я затешу это уравнение для нормированной функции параметров порядка ладно беру ротов ротов а второе уравнение львов значит оно минус и квант магнитного потока и 4 львов квадрат градиентная скобка где берутся градиенты от правильного порядка так минус psi квадрат грамм квадрат а ну давайте это уравнение преобразуем к такому виду где мы параметры порядка выделим модули фактов дело в том что в общем случае параметр порядка есть величина комплексная величина а комплексную величину всегда можно представить как модуль и фазу значит давайте значит модуль psi на фазовый множитель ну и соответственно комплексно сопряженный модуль а фазовый множитель подходит с градиентным знаком тогда вот если мы распишем градиентную скобку си 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 давайте значит подставляем по частям и начинаем дифференцировать так первый член так значит это что есть evaluations си 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 так з 치 си 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 не си си опять такой же аналогичный трюк градиент фазы, градиент модуля на фазовый множитель плюс Пси на градиент Е и С ну вот мы тут подставили все это и видели что вот эти члены взаимно уничтожатся ответ выдели 2 так что у нас когда мы будем брать градиент от фазового множителя это выдели 2и Пси квадрат после взятия градиента так 2и Пси квадрат градиент от фазового множителя значит после такого выделения модуля и фазового множителя наше уравнение Гинсбурга-Вандаула будет записываться следующим образом ротово-ротово-ротово-а так ну вот этот множитель перемножим с тем результатом значит будет Пси квадрат лямбда квадрат фи ноль а два и градиент фазового ну и поскольку мы вот этот коэффициент выделили давайте его напишем так вот еще вот уравнение Гинсбурга-Вандаула ну что посмотрим теперь что сделается если мы заменим А на некий штрих то есть давайте А заменим на А штрих то есть градиент произвольного квадратного множителя вот здесь слева получится ротово ротово а штрих а справа возникнет следующее Пси квадрат лямбда квадрат и ноль два пи сравниваем эту форму с этой дверью что возник вот этот дополнительный штрих который практически нарушает градиентную инвалидацию и вот когда было продумано что для того чтобы градиентная инвариантность не нарушалась при таком виде как этого потенциала необходимо одновременно произвести следующую вещь необходимо фазу полновой функции тоже сдвинуть то есть добавить фазу можно представить так как два пи на фи ноль да вот это уже полновую произвольную склянную функцию тогда если мы сделаем такую же термину у нас будет ротер 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 а штрих пси квадрат лямбда квадрат и фи ноль на два пи вето 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 штрих минус минус градиент минус градиент минус градиент а что значит в результате произошло вот эти два члена взаимно уничтожились получилось ротер 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 а штрих равняется лямбда квадрат то есть ротер ротер а штрих равняется Пси квадрат на лямбда квадрат полное уравнение полностью сохранилось но опустите эти штрихи или тимбе как можно угодно назвать все уравнение неизменное следовательно для того чтобы уравнение бинус градиент градиент на то есть надо одновременно сдвигом вектора потенциала одновременно сдвигать еще фазу у плановой функции вот эта штука потом очень играет важную роль когда начинаешь рассматривать эффекты джинерсона с пятой так запишите следующий подпункт для его рассказа критический 5.5 критический ток в тонкой пленке критический ток в тонкой пленке ну давайте делаем трехминутный вдох выдох и может быть нам это самое шум так значит название 5.5 критический ток в тонкой пленке вообще конечно уравнения Гинсбурга лунда очень из-за того что это нелинейные два связанных уравнения причем первое нелинейное дифференциальное уравнение нелинейное уравнение поважает всевозможные сложные решения вам про салитоны ближе вы рассказывали да ну вот так что а кто вам это рассказывал курсов 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 ну вот так что здесь можно очень много сложных вещей получать но есть такие задачки когда эти уравнение можно решить аналитически довольно просто за всякой машинной техники вот и вот одна из таких задач такие задачки когда амплитуду параметров порядка можно считать постоянной сверху для всех точек то есть такой случай когда мы рассматриваем параметров порядка Пси пишу ненормированный большой Пси от р значит модуль ненормированного параметров порядка на базовый множитель который тоже зависит от так сказать от координат и вот легко решаются задачи когда можно считать что модуль есть какая-то константа для всех точек образца но при этом константа неравная мельчине равноместного параметров порядка а вот т от она является функцией координатной она как-то меняется в общем она не является последним давайте рассмотрим тонкую пленку тонкую пленку сделанную тонкая пленка сделанная из сверхпроводника ну вот я условно нарисую такое сечение в виде параллелепипита так система координат ну вот так на клаве море z перпендикулярной поверхности вот ось x плоскости лежит то есть простите ось y плоскости и вот так ось x и пропускаем ток по пленке в направлении поваленной оси x толщина пленки d ну и вот конечно когда ток течет ток ток всегда вокруг себя генерирует ток собственное магнитное поле и скажем на верхней щечке это собственное магнитное поле будет направлено в эту сторону на нижней щечке и направлено ток вот толщина пленки д пленка толсткая значит должно выполняться два условия д много меньше длины гелетности д много меньше длины проникновения длины физически означает первое условие длина гелетности это тот масштаб на длине которого волновая функция существенно меняется если толщина пленки много меньше длины гелетности это значит что модуль кругловой функции фактически на 3 практически не меняется то есть мы можем считать что модуль psi от m констант д значит мы ведем следствие что модуль psi от m констант длина дальше второе условие толщина пленки много меньшей глубины проникновения это значит что когда по пленке течет ток и генерирует какое-то магнитное поле то это магнитное поле течение насквозь прошивали насквозь образец весь образец насквозь прошивали все и при этом раз магнитное поле прошивает весь образец то одновременно и ток там где есть магнитное поле отличное от нуля вектор потенциала от нуля там же будет и течь ток То есть ток течет по всему сечению пленки. Ну, задачка у нас одномерная. Задачка получается у нас одномерная. Поскольку модуль волновой функции считается постоянным по сечению пленок в днем обновлении Z, мы будем считать, что вот есть какая-то константа, значит, представляем C от X в следующем виде. Модуль, величина какая-то постоянная, множественная на фазовые множные, которые зависит от координаты X. Ну и вот давайте это выражение подставляем в выражение для плотности тока. Значит, плотность тока. Так, ну, значит, у нас она сейчас имеет направление на усих, с вектором писать нам не надо уже. Значит, мы подразумеваем, что это коррекция на усих, минус Ihe2m. Пишу пока не нормированный уровень, я думаю, что это коррекция на усих минус Ihe2m. минус Ihe2m. Ну, конечно, здесь надо взять X-овую коррекцию, дешевого потенциала Мx на Пси-клодинат. Что делаем дальше? Дальше подставляем сюда Пси в виде модуля и фазы, мы и дифференцируем. Если мы подставим в виде модуля и фазы, мы и дифференцируем, значит, получается от вот этого градиентной скобки следующее выражение. Ehe2m. Пси-клодинат. Производная по X от фазы, это просто надо в кок подставить, это только что наделалось, сказать, из кок-клодинат. Минус 2e2m. Давайте вынесем общий множитель Ehe2m. Пси-клодинат. H. dt-dx. Минус 2eC. Икс-овая коррекция эффекта потенциала. Давайте это выражение для плотности тока подгоним к стандартному виду. Стандартный вид – это заряд, переносимый частицами, плотность частиц единицы объема на скорость частиц. Давайте, значит, это представим в виде 2e. E – это заряд сверхпроводящих частиц. Куперская пара – заряд 2e. Пси-клодинат. Ну, мы из квантовой механики знаем, что квадрат полновой функции, параметр порядка – это плотность. Значит, это сверхпроводящие частицы. А сверхпроводящие частицы у нас куперовские пары. Значит, число, плотность куперовских пар будет в 2 раза меньше, чем плотность электродов. Ну и, значит, скорость частиц дрейфовая, первого огнячика. Тогда, значит, что будет выступать в виде дрейфовой скорости? А в виде дрейфовой скорости будет выступать вот эта скобочка. Значит, что у нас? 2e на ns пополам на дрейфовую скорость. А дрейфовую скоростью мы обозвали единице на 2mh минус 2ec скорость сверхпроводящих частиц с зарядом 2e, обладающих массой 2mh. Ну, вот такая, получается, альбертра. Давайте теперь вспомним выражение для плотности свободной энергии сверхпроводящего состояния. То есть, то, которое плотности придумали Гинбург-Вандауны. Пишу. Плотность свободной энергии сверхпроводящего состояния равняется плотность нормальной фазы плюс альфа-пси-квадрат плюс бета-пополам-пси-четвёртый так, плюс градиентный гинсбург-овский член минус IHDX ну, поскольку задача одномерная здесь остаётся только производная по х минус 2e AXC си-квадрат плюс а-квадрат 8b так опять-таки вот это Пси подставляем в виде модуля и фазы и выполняем операцию дифференцирования тогда получим плотность нормальной фазы А в Си квадрат плюс b-пополам-си-четвёртый после подстановки в нашем виде получится 1 плюс 4m H производная фаза-вножителя минус 2e AXC AXC в квадрате на квадрат параметра порядка дифференцированной функции ну, опять-таки плюс H квадрат на квадрате на квадрате так ну, и поглядим вот на это выражение оказывается, вот эта скобка в квадрате есть ничто иное как 4m квадрат смотрим, вот на нашем, значит выражение для скорости квадрат S то есть окончательно наша плотность свободной энергии после таких преобразований будет следующая величина пишу дальше плотность нормальной фазы в такой форме энергии альфа плюс 1 вторая в это си квадрат плюс градиентный член вот этот нам даст 1 вторую си квадрат градиентный член си квадрат си квадрат плюс h квадрат на 8п то есть что вот это член практически это обычная стандартная запись кинетической энергии частицы с массой градиентной 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 кинетической энергии частицы двойной массы л давайте нашу свободную энергию променять смезируем по отношению вот этого квадратного параметра поверхности значит если взять минимум по df s o d си квадрат вернее уравнение в экстрему мы получим α плюс β си квадрат плюс 1 2 на 2m на v квадрат s в 0 вот из условия минимума ну и давайте здесь снова введем нормированную волновую функцию значит вси маленькая она есть вси большое поделить на навесную функцию так ну и еще надо вспомнить что тогда вот отсюда выражается вси большое есть вси маленькая а модуль равновесный а модуль равновесный это α на β степени 1 2 на 6 вот такую надо связку использовать а так давайте вот это подставим сюда и получим два уравнения связанных связанных у нас получается следующая штука из условия минимума значит минус альфа я учил что альфа плюс альфа на пси квадрат альфа я сюда подставлю все квадрат проведения плюс одна вторая два n на квадрат сто спереди с минусом вот у меня возникло условие минимума минимума условие минимума давайте пометим это уравнение как один и давайте возьмем второе уравнение которое мы выписывали для плотности штука так 2e на пси квадрат vs подставляем вместо квадрата это уложение значит это равняется 2e на альфа на бета пси теперь маленькое на высоко пылящих частицах это уложение для тока без террории без ростов ну вот у нас есть два выражения и из этих двух выражений можно у нас исключить скорость ну скажем давайте из второго уравнения закупим скорость скорость сверху проводящих частиц есть плотность тока на параметрах β это 2e α ψ квадрате давайте теперь вот это выражение подставим в первое уравнение подставив первое уравнение мы получим следующее соотношение бинус альфа плюс альфа плюс пси квадрат плюс n квадрат плотности тока 2s квадрат 4e квадрат альфа квадрат пси в четвертой степени квадрат из этого выражения мы можем записать плотность тока Вот настолько будет 4e в квадрате, альфа в кубе, если всё посчитать гуладненько, Пси в четвёртый в единице минус воды Пси в квадрате, стелить mβ в квадрате. А откуда Пси в четвёртый там? А? Пси в четвёртый-то хоть никуда. Четвёртый? Так, сейчас посмотрим. Ага. Ну вот умножишь на этот коэффициент. Вот это сюда. Значит, один член будет Пси в четвёртый, прежде чем, а другой Пси в шестой. Пси в четвёртый, да, Пси в четвёртый. Сейчас Пси в шестой. Давайте ещё немножко попрообразуем это выражение. Пси в четвёртый. Давайте корень за что надо. Нет, что-то непонятно. Мы поэс выразили, поставили первое. Что? В ВС выразили, первое поставили выражение. Да, я сосчитал из второго уровня ВС, возвел в квадрат, подставил в первое, ВС исключил. Вот получил выражение для квадрата тока, давайте, значит, что дальше сделаем? Ну, давайте корень квадратный извлеку корень квадратный. Так, корень квадратный начало извлекать, 2Е, альфа на Пэта, альфа на М в квадрате. Так, здесь будет уже не четвёртая, а квадрат, и делится здесь Пси в квадрате в степени 1, 2. Так, вот это что такое? Это есть равномесный положитель порядка в квадрате. Так, значит, ещё нам надо немножко поизгаляться. Вот это выражение надо в твоё глазовать. Вспомнить, что квадрат для микроферентости есть H квадрат 4R. Значит, альфа в степени 1, 2, H на 2R в степени 1, 2 на минуту греянности. Вот если это учём, то в итоге мы получим следующее выражение для плотности тока как функции величины параметра порядка. Так, вот это вот. Так, вот это вот. Так, вот это вот. Очевидно, что вот этот нормированный параметр порядка меняется в следующих пределах. Нормированный порядок лежит между нулём, когда общество около 1 исчезает, и единичкой. Потому что Пси равное 1 означает, что Пси от R есть, равняется разным весом. Ну что ж, давайте нарисуем график плотности тока как функцию квадрата нормированного параметра порядка. Значит, пределы изменения нормированного параметра порядка от нуля до единицы. Вот давайте в этих пределах вот этот наш результат изобразим. Значит, плотность тока, а здесь откладываю квадрат нормированного параметра порядка. Боль – единица. Ну, смотрим, что мы. Плотность тока нам является в ноль, вот в этой точке и в этой точке. И вообще, значит, если рисовать как эта функция, она как-то вот так идёт. Так мы даже сдвигем в эту сторону. Проходит через некий максимум и опять обращается в ноль. Ну, посмотрим, при каком значении параметровая параметра наша плотность достигает максимума. Для этого надо взять эгоидерс, выдифференцировать по квадрату параметрового параметра. Да, есть. А, нет, нулю. Так, берём производную. Ну, там некая комбинация букв, которые я обозначил. Берём просто в лоб от плотности тока. Значит, там некая комбинация букв, которая сократится. в том. Значит, а здесь такой результат. Минус Пси квадрат. Это вторая. Плюс Пси квадрат. Не корень, а... Значит, производная в квадратном условии даёт следующее. Единица минус два. Единица минус Пси квадрат. Вот, скажем так. Так. Горная скобочка должна занудиться, чтобы выполнился условия. Это приводит к тому, что у нас два единица минус Пси квадрат. Минус Пси квадрат равняется нулю. Значит, точка максимума легко сообразить. Пси квадрат равняется две трети. Вот, значит, точка максимума приходится на две трети. Какова плотность тока в максимальной точке? Мы можем написать. Давайте подставим максимальный ток, критический ток, критическая плотность тока, Д, Пси квадратик, Х, Н, на одинуку бирентости. Подставляем значение вот этого 2, 3, 4, и 3. Ладно, давайте я вам еще покрасили. 2, 2, H, 7, 4, давайте. 3, 4, и 3, N, C. Значит, что происходит на опыте? На опыте, когда у нас по пленке не идет ток, а пленка находится в сверхпроводящем состоянии. Значит, значение пропускаемого тока 0, пропускаемый ток сверхпроводящий, какая точка соответствует? Вот, это соответствует той точке, где параметр опыте, когда мы делаем, является единицей. Начинаем пропускаемый ток увеличивать. Вот какое-то такое значение. Пропускаемый ток стал больше, идет беспотерно, идет сверхпроводящий ток. Но параметр опорядка уменьшается. Ток все больше и больше увеличивает. Параметр опорядка все уменьшается, уменьшается. И вот дошли две три точки. Параметр опорядка достиг двух третей. Увеличили еще ток, у нас не существует значений ненулевых параметр опорядка. Значит, мы перешли уже в состояние, где только идет в пандемию, нормальное состояние. Значит, фактически, когда я рисую это решение, только вот эта ветвь отвечает физическому процессу отсюда, вот до сюда. А вот эта, значит, она не физическая ветвь, потому что она отвечает, так сказать, гипотезе, что в отсутствии тока, ну, так сказать, параметр опорядка. Ну, сейчас давайте вот это выражение для тока мы поглядим. И что еще можно сказать про эту плотность критического тока? На прошлом занятии я рассматривал плотность критического тока в толстой сверхпроводящей пленке, то есть, вернее, в толстой проволоке. Там ток, когда достигал критического значения, убивал сверхпроводимость, потому что собственное поле тока превысило критическое термодинамическое. Сам себя, как говорится, ток задушил. И при этом, когда мы там пересчитывали плотность критического тока, делили на сечение сверхпроводника, у нас получалось, что плотность тока зависела от радиуса. То есть, входил геометр или радиус, значит, нашего сверхпроводника от геометрических характерностей. А вот здесь, когда мы рассматриваем тонкую пленку, наша плотность критического тока нигде не содержит геометрических параметров образца. То есть, эта плотность критического тока отражает, как бы, внутреннюю, сущностную характеристику этого материала сверхпроводника. Ну, вот это выражение, оно, конечно, каверное, не очень красивое, но его, оказывается, можно преобразовать. Не буду заниматься долгими, так сказать, выводами, подстановками, но, в сути, вот такая. Если вспомнить, что квадрат линейко-геометрических и есть h на 4, m, если вспомнить, что квадрат равноместного параметра порядка это и есть альфа объединенного возраста b и еще наполнить вот такими выражениями h квадрата c, m, 4, p, альфа, квадрат, бета, лямбда, глубина, плодикновения, есть m, c, квадрат, бета, 8, p, e, квадрат, альфа, плод, поманикулируя все эти стремятся распрощениями, выражение для тока приводится к совершенно простому и красивому. Ну, тут надо писать длинную цепочку, всевозможные подстановки, вот с этими разрешениями подогнать. Оно приводится к такому виду. критическая плотность тока есть в поле из двух 6 и в поле из трех c критическое динамическое поле в функции температуры делить в минуту очень мгновения в функции температуры то есть плотность тока выражается опять-таки через все измеримые величины в эксперименте. Встает вопрос как по какому закону зависит от температуры плотность тока. Ну, давайте, значит, это можно увидеть даже вот здесь еще вот в этом в этом выражении в этом выражении что зависит от температуры? Это куда мы отправляем по порядку значит плотность тока на длину подвертности пропорционально альфа t значит все это пропорционально коэффициенту альфа степени трех вторых а коэффициент альфа зависит от температуры как tc минус t степени трех вторых ток то есть критический ток вблизи температуры перехода вот в тонкой пленке убывает по закону трех вторых температурные длины так ладно что у меня так теперь, значит осталось нам разобраться с механизмом физическим который убивает значит сверхпроводимость но я напомню что в толстой пленке сверхпроводимость убивалась потому что текущий ток создавал критическое магнитное поле в некий момент все поле превысили собственное поле тока сверхпроводимость сверхпроводимость сам себя за голову вытушил сам себя на хауде из болота за голову вытащил ну для того чтобы понять давайте посмотрим чему равняется напряженность магнитного поля вот от этого текущего тока на поверхности нашей пленочки вот давайте наша пленочка чему равняется напряженности магнитного поля давайте эту пленочку я изображу несколько в другом сечении сейчас ее и сосчитаем тонну поверхности вот давайте будем подсказать что вот так у нас пленка идет теперь ось Х уходит от нас за доску ось з вот так ось у так пошла ток течет повалясь на оси Х за доску х и и и и х и и и и и давайте вот в этой сечении пленки проведем контур вот вот такой здесь на щечках пленки контур совпадает со щечками и сочетаем интеграл по поверхности вот натянутый на этот контур вот уравнение максимума вот рота h равняется 4 и и давайте сочетаем давайте значит вот выберем сначала координаты здесь тогда вот эта точка по оси и z будет допустим l пополам а вот эта точка симметричная будет минус l пополам так ну вот пусть таким образом и контур будем обходить по часовой стрелке значит тогда напряженность магнитного поля на этой щечке будет вот так направлена вниз вот давайте это обозначим h1 здесь h3 вот здесь напряженность магнитного поля вот на этой части контура h2 а здесь допустим h4 с с с с с чего мы стартуем мы значит стартуем h4 c плотность сверхповодящего тока на на площадь вот тянутый на этот контур значит с другой стороны это интеграл по площади тянутый на контур тянутый 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 вверх с тянутый вверх ну и воспользуемся теоремой стокса по которой интеграл по поверхности можем перевести в линейный интеграл h по элементам контура на которые затянут контур ну и вот давайте это значит по теореме стокса мы перешли сюда и вот давайте засчитаем вот это выражение интеграл по так когда мы идем вот по этой стороне контура угольного значит напряженность сюда одинаковая h1 по контуру значит мы идем в направлении dz от точки минус l пополам вот это координатор до точки l пополам так теперь пошли в направлении y значит по y ну какая-то функция напряженность поля вдоль оси y как-то заменяется как функция y идем от точки d пополам так а вот значит давайте-ка мы будем обозначать ширину пленки d значит вот эта координата d пополам это минус d пополам и по и по пошли вниз по контуру опять-таки из симметрии задача ясна что напряженность будет одинаковой с и значит идем по точке l2 верхней до нижней минус м минус n2 ну и наконец замыкаем контур интеграем h4 так значит здесь мы идем в туалисе y h4 y d y минус от точки d пополам до точки d пополам пива лап лап это значит вы поинтегрировали да так Да там ещё есть вот это. Поскольку, значит, глубина проникновения много большей ширины, так сказать, плёнки, толщины плёнки, мы можем считать, что плотность тока всюду внутри одинакова, поэтому 4ПС, вот этот интеграл, плотность сверхпроводящего тока на площадь натянутой на контуру. Она будет равняться L на D. Площадь вот этого всего мимоукольника L на D. Так, что дальше мы делаем? Дальше делаем вот что, значит, получается первый интеграл по контуру H1 на L плюс второй интеграл, ну вот какой-то я его не буду выписывать, так, третий интеграл минус H3 на L плюс ещё один интеграл, вот там H2Y на Y, H4Y на Y равняется 4ПС, вот С на L. Давайте сделаем следующее. Давайте сделаем следующее. Поделим это выражение всё на L, левую и правую часть будет H1 минус H3 плюс H2Y на Y на L плюс H4Y на Y на L. Так, если я могу L написать, 4ПС на L плюс H2Y на D. Вот я поделил результат на L. И теперь давайте наш контур растянем до бесконечности. Давайте устремьём L в бесконечности. Ну и что? Мы получаем в результате следующий ответ. после перехода к бесконечности к контуру интегрированию H1 минус H3 равняется 4ПС. Вот мы с током D. Из симметрии задачи ясно H1 минус H3, значит, H1 равняется 4ПС. Вот мы с током D. Ну, следовательно, напряжённость магнитного поля на щёчке равняется 2ПС на полиарной магнитной магнитной. Так, отставляем сюда полученное выражение для критического тока. потому чтоعم Shift на Ф2 экономический током G 2 и C короть из 2, 6Пи, короть из 3. ***С ХСМ В глубина предотвращение на D. Первый рам camar Write 2, 3, 2, из 3, h, d, 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 d. Но вот эта величина в чём уровне есть? Ну, это порядка единицы, то есть меньше единицы, как и все равно скажем. Примерно меньше 1, 3, d. Дальше. Критическое термодинамическое поле. Здесь, скорее всего, такое соотношение. Толщина плёнки возле непоникновения. А по нашим условиям, d, так, возле непоникновения, много меньше единицы, как и все равно скажем. Значит, магнитное поле, создаваемое этим критическим током, текущим потомкой плёнки, намного меньше критического термодинамического поля. Значит, механизм самоубийства с помощью критического магнитного поля здесь не работает только в плёнке. Значит, здесь что-то работает другое. А что работает другое, можно понять, если построить такой график, нарисовать плотность электронов и плотность тока как функцию скорости сверхпроводящих частей. Давайте ещё выпишем парочку уравнений, рисуем некий график, сделаем выводы и пойдём участвовать. Так, вот из уравнения было у нас уравнение на минимум свободной энергии. это Пси квадрат плюс 1 вторая 2 м 2 2 м Пси здесь ненормированное. значит, Пси квадрат ненормированное поле есть из этого уравнения модуль альфа минус 1 вторая 2 м В квадратес на В так, и плотность тока 2 е Пси квадрат подставляем 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 вот сюда значит, имеем следующее выражение 2 е вот вот альфа минус 1 вторая это 2 м В квадратес в квадратес в квадратес и вот давайте эти две формулы отразим на одном графике давайте значит здесь будем откладывать что вот так здесь скорость вверх приводящих частей от нуля там туда дальше давайте значит с одной стороны рисуем поведение Пси квадрат 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 поведение Пси квадрат в ноль квадрат 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 нулевого значения скорости так дальше как ведет себя критический ток функция скорости то есть параметр порядка с увеличением скорости электронов передосящих ток все время падает уменьшается в некий момент вообще параметр порядка исчезает полностью то есть число сверхпроводящих электронов становится равным нулю выше некой критической точки так как растет как ведет себя ток а ток значит растет так спирала он увеличивается достигает некоторого максимума вот это поведение тока плотности ну а потом если рисовать он где-то начинает падать таким образом мы видим что сверхпроводящий ток плотность его задается каким-то внешним источником ну грубо говоря реостатом после батареи есть circo пациент лс значит мы увеличивая пропускаемый ток увеличиваем плотность тока значит соответственно увеличивается скорость электронов но это увеличение скорости электронов при увеличении пропускаемого тока сопровождается падением числа куперовских пар, падением плотности числа электронных. Значит, вот по мере увеличения плотности пропускаемого тока куперовские пары разрываются и переходят нормальные электроны. То есть происходит разрыв электронных пар, который называется простым термином «распаривание». Ну, когда этот термин, значит, впервые зафигурировал в русской литературе, значит, вивнители, так сказать, чистоты физической терминологии возмущающих, что это за банный термин, так сказать, возник. В результате того, что электроны распариваются, наступает какой-то момент такой, что дальнейшее увеличение сверхпроводящего тока невозможно, потому что сильно снизилось число сверхпроводящих пар, и не хватает висителей, чтобы перенести заданный ток. И вот поэтому этот критический ток часто называют критическим током распаривания. Вот критический ток распаривания – это тот истинный ток, который окружает внутренний свойство сверхпроводящего металла. Ну, пойдемте чай.